Париж, город огней, это игра исключительно для двоих. Игровое поле здесь встроено прямо в коробку, поэтому открывая коробку, вы тут же начинаете партию. Перед этим каждый игрок получает 8 тайлов мостовой, 7 дымоходов и 4 жетона действий своего цвета. Для начала Париж нужно замастить разноцветным булыжником. Каждый игрок по очереди либо выкладывает на поле тайл мостовой, либо может взять здание любой формы и размера, чтобы как только все улицы Парижа будут покрыты тайлами мостовой, расположить на них эти здания. Причем на свободных клетках вашего, либо общего фиолетового цвета. А на здание поставьте дымоход вашего цвета. Победные очки здание принесет в финале партии, только если оно освещено электрическими фонарями. Умножьте количество фонарей на количество клеток, занятых зданием, и вы узнаете, сколько победных очков у вас в кармане. Допустим, это здание из четырех клеток освещается двумя фонарями, 4 умножить на 2, 8 победных очков принесет это здание. Но в коробку с игрой положили еще 12 открыток с видами Парижа не только для красоты. Это открытки действий. Вы можете разместить на них свой жетон и тут же выполнить бонусное действие. Допустим, разместить на улице Парижа художника. Лавка букиниста позволяет добавить к вашему зданию флигель. А знаменитая парижская танцовщица будет привлекать взгляды прохожих и приносить вам победные очки за свободные клетки рядом с ней, если вы построите в Париже Мулен Руш. К этой игре уже вышло дополнение – Париж Эйфель. И теперь вы сможете построить в Париже Эйфелеву башню, Триумфальную арку и даже Луксорский обелиск. Всего в этом дополнении 8 новых достопримечательностей Парижа, включая Лувр. Размещая в одном из зданий Парижа портрет Джоконды, вы получите по одному дополнительному очку за каждую пустую клетку рядом с этим зданием. В коробку с этим дополнением положили даже очень удобный блокнот для подсчета победных очков. Победит тот из вас, кто наберет больше победных очков! Желаем вам приятной игры в Париж Город Огней с дополнением Париж Эйфель.